доброго дня дорогие подписчики сегодня у меня необычное видео про сервер сегодня у меня настоящий триллер как я уже говорил сервер это делается под депиллярным проще говоря под глубинное обучение университет и вот сдвинулся процесс вот в этот бокс я поставил две GTX 1070 турбинных из которых сняты были турбины все пластиковые нагрева которые кулеры бокса должны пробовать установил в сервер карты интерфейс на две P797HIC чтобы подключить этот бокс но эти карты очень сильно греются здесь вот PCEE коммутаторы которые очень сильно нагреваются их надо пробовать сильно пробовать чтобы они охлаждались потому что с них слабенькими вентиляторами какими-то вот такими будете пробовать маленькими они охлаждаться не будут и в общем можно идти на карты а карты эти фокус америки заказов съебал с пересылкой время нервами ну его нафиг потому что вот эти две карты и в общем чтобы их охлаждать и вообще в сервер поставить нормальный вентилятор потому что здесь вентиляторы калибра 80 на 80 на 38 миллиметров серверные я начал искать и у китайца купил 4 пиновые вентиляторы китайцы прислал вентиляторы конечно вот такие вот большие 4.9 ампера давай фокусируйся 60 ватт в общем почти ну разъем вот такой совершенно нестандартный хотя на фото был обычный разъем в общем я ругаться с ним даже особо не стал написал ему про косяк и решил что отсылать назад это еще два месяца потом новую пришлю откусил от замученной жизнью процессорных шлифы и решил один вентилятор поставить по 300 короче провода вычислил от питания подсоединил ему вот так вот получилось короче вот так вот все свинтил вот на скруточки разбинул чтобы не замыкали включил чтобы проверить что попал на тахометр управления вентилятором и короче на этот вот кожух вот так вот положил и включил и случилось восстание машин слава роботам убить всех человеков вентилятор начал раскрутить до 15 тысяч оборотов завыл как турбина заколыхали шторы флешки с ноутбука начал сбывать и он поехал по этому кожуху вот так вот собираюсь туда наебнуться и проводами замкнуть на корпус на все подряд и вообще был бы у меня и фейерверк или дохлый сервер и я его схватил чтобы он туда не упал потому что он поехал быстро и это вот вот эта вот зараза трубила мне кончик мизинца вместе с пуском ногтя не понял что такое только вот увидел когда крыло перечью ему хлынуло хорошо не попало на материнскую плату вот тут вот еще следы видны на кожухе на шлейфе ну вот сюда вот не попало и слава бога очень напал 5 на кирове до сих пор еще вот так вот вот так вот покусал меня злобный вентилятор имейте в виду товарища с такими вентиляторами работайте когда их запускайте к чему-нибудь их стяжками громко и к чем уходом прийти прикручивайте чтобы они не поехали никуда не упали ничего не замкнули ничего не отрубили особенно берегите ваши пальцы потому что вот теперь я вот такой вот красивый весь в зеленке с вентиляторами и с вентиляторами пальцем ну так особо не болит но неприятно еще не надо будет завтра зайти в фельдшеру чтобы посмотрел там может быть вообще этот вентилятор или конец пальца его прилепил там гранул но может быть вообще придется удалять и вот у меня конец пальца отпускать вот так вот и самая вещь противная что вентилятор во первых тахометр так обороты не показывает во вторых вентилятор не регулируется видимо вентилятор вот этот вот передает не как в обычных вот 4х пиновых вот таких вот компьютерных PC а у него идет передача данных по управлению по E2C потому что в серверах оно достаточно широко применяется для датчиков для вентиляторов как всего в общем придется мне заказывать другие вентиляторы с нормальными разъемами а пока буду запускать вот карту вот с этим потому что дует он конечно мое почтение сейчас увидите сами шумит конечно и жрет даже не той стороной вставил вот турбина самолетная сейчас отрезаем ну для тестов хватит а вот для работы его надо заменить на нормальный конечно там я уже присмотрел с током 2.5 ампера с нормальными 4х пиновыми разъемами вентилятора но у меня на них денег нету сейчас к сожалению вот эти вот дешманские они вот не продувают как-то здесь вот память и они то продуют еще кое-как вот здесь вот у блоков питания свои вентиляторы а вот здесь вот обязателен мощный вентилятор потому что уж тут карта дула отдувала как следует ну вот запускаю снова кстати серверная оплата считает пост козырь смотрите загрузки документация не есть вот так вот видите только шуба заворачивается вот такие вот злые китайские серверные кулеры мне вот достались и по 500 рублей штука вот эти вот два ну кажется не совсем то что нужно но мощные вот так вот чуть попозже сниму видео про 1070 в боксе объясню что к чему ну а пока всем удачи пока до новых встреч ну и товарищей не стесняйтесь спонсируйте чтобы быстрее новое видео выходили потому что железо надо покупать а мы финансовые ресурсы ограничены адрес яндекс кошелька под видео удачи 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 удачи